Я, пожалуй, начну. Я, наверное, сразу должен извиниться, потому что, собственно говоря, возможно, бигдата здесь будет совсем мало, а вот информации о том, для чего она используется, будет чуть больше. То есть я этот доклад намеренно разбил на две части, потому что, ну, по независимым от меня причинам, я вынужден был его там сократить, нужно будет переработать вторую часть. Но я думаю, это и к лучшему, потому что, когда в прошлый раз я говорил на похожую тему, то были, ну, то есть я не смог донести идею основную, для чего это используется, поэтому оно и к лучшему. Я надеюсь, что будет вторая часть, где поговорим про конкретную реализацию, ну, а первая часть посвящена каким-то основам, да, которые, ну, необходимо знать, чтобы понимать, чем мы занимаемся. Data science for network security. В принципе, идея достаточно простая, да, то есть это вот big picture потока данных, который идет, да. постоянно, ну, трафик огромный, огромные объемы трафика и огромная опасность различных вторжений, да, в этот, в вашу сеть. И хотелось бы, ну, раньше, когда трафика было маловато, то, в принципе, с этим справлялись и какие-то антивирусы, и справлялись там администраторы и так далее, да. Но с появлением возможностей вычислительных, которые big data нам дает, появилась идея дегуманизировать это дело, да, и сделать так, чтобы у нас был какой-то аналитик-кластер, который бы анализировал сетевой трафик, который идет, и выдавал какие-то алерты, ивенты и так далее. Здесь вы видите, как это примерно выглядит. Ну, на самом деле, такие компании, как там Cisco, да, они уже давно этим озаботились, и я об этом еще скажу, и они подготовили несколько, ну, у них выкачано несколько стандартов, уже даже старых и почтенных, чтобы собирать статистику. Ну, вот, в принципе, data science и развитие этих технологий, больших данных, они помогли это сделать, более автоматизировать, скажем так. Здесь, в принципе, картинка сама за себя говорит, у нас есть трафик, а параллельно мы отправляем какую-то статистику на аналитик-сервер, да, и он далее анализирует эти данные и отправляет какие-то там алерты, если что-то пошло не так. Прежде всего, самый главный вопрос, да, откуда нам брать эти данные? Это вопрос не такой простой, как может показаться, потому что фактически мы должны снифать трафик людей, да, которые в реальной сети находятся, да. То есть есть такое понятие, да, сенсоры, которые используются в сборе данных, network sensors, да, и фактически это не аппаратные сенсоры, хотя могут быть аппаратные сенсоры, да, неважно, но фактически по сути по своей это небольшие приложения, которые просто отправляют потребную информацию, статистику, ну, потребную информацию, телеметрию, да, из тех точек, где они расположены. И сенсоры, в принципе, могут располагаться в разных точках сети. Вот здесь я как бы нарисовал небольшую картинку, более-менее понятно, на самом деле все гораздо сложнее, но в принципе этого достаточно, чтобы понимать. То есть Vantage это, в принципе, местоположение, точка наблюдения и так далее. Вот. И вот, например, этот сенсор располагается вот здесь, да, и он слушает весь трафик, ему доступен весь трафик, который проходит между роутером и интернетом, например, да. А это точка B, да, и он собирает, ему доступен весь трафик, который идет между роутером и, например, ну, свечом или там рабочей станцией, неважно. Что здесь интересно? Интересно, что мы не только трафик собираем для этого дела, да. В принципе, для того, чтобы собирать статистику сетевую, еще неплохо бы иметь информацию с хостов. И вот здесь вот у нас точка C, она сильно отличается от точки B и A. Фактически она собирает информацию, например, сислок. Или она собирает информацию с конкретного сервиса, например, там, с HTTP сервера, да. То есть мы можем настроить его разным способом. Ну, вот далее про домены буду говорить. То есть первая идея, это сенсоры разделяются по тому, в каких точках они находятся, да. И следующее, как их можно еще разделить, это те домены, с которыми работают сенсоры. Вот я об этом говорил, да. То есть фактически три основные области есть, с которыми работают сенсоры сетевые. Это сеть, собственно говоря, да. И она работает со всеми протоколами из модели оси. Почему я написал оси здесь, а не, допустим, TCP IP? Потому что она не только с TCP IP работает. То есть она работает с протоколами уровня приложений, прикладными и так далее, а не только, которые входят из стеки TCP IP. Очень важно знать, что происходит не только на самых нижних уровнях, со второго уровня по трети, да, но и с четвертого по седьмой. Дальше у нас есть сервисы, у которых домен это хост. И вот они собирают сислок, они анализируют использование памяти, они анализируют, например, могут передавать данные, которые запускают на стат и проверять там что-то. Ну, например, там, если какой-то процесс, сервис, например, он работает с определенным IP-адресом и внезапно он стал отжирать много процессорного времени, там, ну, в смысле, CPU использование выросло, да, то это повод насторожиться и какие-то меры принять. Ну, например. Вот. И специфические логи, которые касаются специфических сервисов. То есть, ну, как я уже говорил, HTTP сервера, там, не знаю, FTP сервера, там, почта и так далее. Вот. Вся эта информация собирается и, ну, мало ее собрать. Ее нужно каким-то образом, в принципе, доставить к кастомеру, не к кастомеру, а доставить к нашей аналитике. Вот. И для этого довольно много протоколов разработано, ну, и наиболее известный из них это, например, протокол SNMP, который работает вот на уровне хоста, да. Вот. Он собирает информацию о том, что происходит на хосте, как я уже говорил, там, CPU utilization, memory utilization и так далее. И она доступна для аналитики. Вот. И самый известный, пожалуй, это протокол, разработанный компанией Cisco NetFlow, да. Он не передает весь пайлот, весь трафик, который проходит. Вот. Он передает статистику, ну, картинка маленькая, к сожалению, да. Вот. Ну, я могу своими словами сказать. Идея в том, что он передает всю статистически значимую информацию о трафике, которая проходит. И можно настроить и ее получать. То есть, ну, грубо говоря, мы по TCP IP получаем дополнительные пакеты, да. Ну, то есть у нас стоит какой-то там, ну, сборщик информации, пылесос, да. И он в определенном формате получает сообщения, у которых пайлот, ну, то есть полезная нагрузка, это вот эти вот сообщения, да, которые он потом парсит и куда-то там распределяет. Вот. Есть, в принципе, подобными свойствами обладает еще и протокол OpenFlow. Протокол OpenFlow это протокол фактически, как, например, NetFlow не был создан для того, чтобы анализировать сетевую угрозу. На самом деле Cisco создала его для биллинга, чтобы проверять, какие сервисы были предоставлены кастомеру. Та же самая ситуация с OpenFlow, он для тех же практически целей был создан, то есть для того, чтобы анализировать, какие сервисы предоставлены, быстро предоставлять новые сервисы. Но как вишенка на торте у него есть специальные, кроме управляющих сообщений, которые управляют свечом, да, вот, у него есть так называемые пакетыны. В чем суть пакетына? Это значит, что любой, ну я извиняюсь, не все, конечно, там пакеты, да, но будем называть это пакетами. Любой пакет, проходящий через свитч, если он не обработан свитчом, то создается как бы его копия, оборачивается в сообщение пакетин и отправляется контроллеру назад. Ну, мы можем это, это настраиваемое, конечно, мы можем этого и не делать, а можем делать. Таким образом, мы можем в любой момент иметь полную картину того, что происходит вот внутри этого свитча. Но это картинка, опять же, не свитч, да, это скорее роутер, да, но SDN свитч, он очень функционально, поэтому я здесь поставил картинку свитча. И мы можем, фактически SDN свитч из себя представляет топология в миниатюру всей сети. Поэтому фактически мы можем иметь всю статистическую информацию о том, что происходит сети в данный момент, если у нас найдется возможность, как это обработать. Ну и вещь, которая, например, я прошу прощения, здесь слайд немножко не дописан. Я просто скажу своими словами. Вещь, с которой мы довольно плотно сейчас работаем, это есть такая компания Foresight Security. Их специализация это DNS трафик. Почему DNS? Ну, потому что DNS в последние несколько лет стал одним из основных источников различных дыров безопасности, через которые работают ботнеты. У них очень интересная бизнес-модель. Они предоставляют свои сенсоры компаниям различным, которые используют сетевое оборудование. И эти сенсоры постоянно работают на миллионах устройств во всем мире. И вся информация, вся телеметрия стекается к ним, к этим товарищам с Foresight. И они за денежку, естественно, довольно за большую, они могут вам предоставить доступ к этой информации. Вы можете получить, например, DNS трафик со всего мира и анализировать его сколько душе угодно. Поток там очень могучий. И мы сейчас довольно долго занимались тем, чтобы его как-то так это привести в пристойный вид, отфильтровать первоначально, чтобы все к нам не шло. И тут принцип тот же самый. Вот у нас есть сообщение фактически двоичное. И в нем внутри специальное сообщение DNS query response и, собственно говоря, payload. Есть еще много всего, но я не буду на этом задерживаться. То есть я считаю, что вот SNMP, NetFlow, OpenFlow и вот эти товарищи на самом деле они перехватили знамя первенства AC. Поэтому на них мы остановимся. Дальше не будем идти. Ну и тут дальше я бы хотел рассмотреть практически кейс. Как я уже говорил, данные собираются, а как их анализировать и вообще что происходит, каким образом происходит вторжение и как их можно определить. И для этого я выбрал DNS tunneling, потому что, как я уже сказал, это очень интересная вещь. И пару слов могу сказать про DNS. Это протокол распознавания доменных имен. То есть когда все знают, все работает по IP-адресам, но вы не вводите IP-адреса, вы вводите им доменное имя и получаете IP-адрес назад. Что из этого следует? Из этого следует, что DNS это главный протокол прикладного уровня в интернете. Без него интернет работать не будет. Это значит, что его нельзя никоим образом заблокировать при помощи традиционных фаерволов. Его нужно все время ему разрешать работать. Но у него есть интересная дырка и я про нее сейчас расскажу. Вот мы занимаемся тем, что анализируем DNS трафик на то, чтобы DNS tunneling этот вскрыть, распознать. Что это такое? Мы сейчас про это расскажу. В двух словах это использование DNS протокола, сообщение DNS протокола, чтобы внутри сообщения DNS, обычного, валидного, пересылать ту информацию, которая там не должна быть. Например, при помощи там, кстати, что интересно, устройств, которые делают DNS tunneling, очень много. То есть вы можете скачать программку и она будет в DNS пакеты засовывать свои. И с каким-нибудь далеким другом вы сможете обмениваться пакетами и никто не будет об этом знать. То есть, например, можно иметь интернет бесплатно. Правда, скорость будет порядок ниже, но если допустим, не знаю, мегабит, то в принципе уже можно почту считать. Ну и больше всего это используется для бутнетов. То есть бутнеты, используя DNS tunneling, управляют зараженными компьютерами, то есть которые в сети в этой находятся, то есть они управляющий комп ими управляют. И ни один фаервол нормально это не может предотвратить. То есть надо анализировать пакеты. Ну, сущность DNS, если говорить покоротко, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мы это посылаем. То есть, ну все не так просто, конечно, но у нас сейчас не тема DNS протокол, поэтому я вкратце скажу. Суть в том, что мы посылаем вопрос, а ты получаем ответ. Вопрос в том, какие сообщения мы посылаем. А сообщения эти очень большие. И вот здесь кроется такая неприятность. Сообщения фактически они в себе, главная их часть сообщения это доменные имена. Вот я вот здесь показал, то есть есть заголовок, это question, то есть то имя, которое мы хотим узнать, например, чтобы это самое распознать. И в ответ мы получаем answer, который содержит множество ресурсных рекордов, с кучей имен. В конце концов мы получаем то, что мы хотим, но вот здесь вот и кроется проблема, потому что имя из себя представляет, ну вы же знаете, все знаете, что такое доменное имя. Google.com, да? Но это самый простой случай. На самом деле туда можно запихать все, что угодно. Там, по-моему, 256 символов можно засунуть. И получается у нас может быть какая-нибудь абракадабра на 200 байт, да? А потом будет какой-нибудь там pirate.com, да? И вот эта абракадабра на 200 байт, она в принципе и содержит вот этот самый вот пакет, который через DNS tunneling передается. Фактически что мы имеем? Мы имеем большие строки, которые не могут быть обнаружены фаерволом и не могут быть им заблокированы. У нас дырка. Вот. Для того, чтобы кодировать это дело, да, используются кодировки base32 и base64. Ну вы видите сами, да? А это нолик, b1, бла-бла-бла и понеслась. Вот. 32 битные можно числа так кодировать. Ну и можно 64, там прибавляются еще этот самый, ну, малого регистра буквы. То есть мы имеем хороший, годный такой неучтенный трафик, который ползает по этим самым, при помощи DNS запросов и ответов. Я смотрел, когда с этим разбирался, было очень любопытно. В интернете есть несколько таких разборов с использованием Wireshark, да, это такой тул, который занимается анализом пакетов. И было довольно любопытно посмотреть, то есть как человек обнаруживает, что вот здесь туннель есть, вот здесь туннель. Вот. Откуда мы берем данные? Как я уже говорил, наш кастомер заплатил форсайту и у нас огромное количество данных, которые валят могучим потоком. Мы даже не знаем, как их разместить. Даже не хватает места, куда их отправить. То есть S3 купили там большое, хранилище Амазона, что-то еще. И он так будет где-то полгода еще, уж парить. Вот. Тут возникает вопрос, опять же, как это дело можно распознать. Ну, первый метод это анализ вот этого пайлода. Что такое пайлод? Это вот эти вот рекорды, да. Где тут указка пропала. Вот. Вот. И вот это вот. То есть если у нас длинный пайлод, если у нас длинное вот это имя, которое мы анализируем, name либо qname, да, это повод насторожиться. Да? Да, да. Ну, например, можно учить, как я уже говорил, если у вас компьютер, например, заражен вот на этом каким-то, да, то по этой дыре будут передаваться ему команды, да, что ему делать. Вот. То есть и остановить это никак нельзя. То есть у вас маленькая программка, которая перехватывает ДНС трафик. Что? А еще что можно закрыть, во-первых? Во-вторых? Ну, просто там ищите, что используется. Что? Что используется, что используется. Что может быть, вы думаете, что это может. Да. Да. То есть просто это информация. Да, совершенно. Да, совершенно. ДНС H3 это все же протокол, может прораживать интернет, там, не знаю. Не, ну, банкомат же без интернета. Ну, без интернета. Ну, без интернета. Проверить, что там есть и собрать заново. Ну, это гораздо сложнее, скажем, чем просто анализировать там HCP, там, где-то, 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 где-то. То мы разбирали, собирали. Это довольно много времени занимает. То есть мы пробовали. В итоге мы сошлись на том, что лучше просто пилот тупо сохранять пока что в этом самом S3 в паркет файле, а потом обрабатывать дальше. Да, да. То есть у нас есть такая рассылка специально у нашего кастомера, да, и он нам радостно оповещает там каждую неделю, что вот еще один малвар нашли, вот еще один малвар нашли, вот еще один малвар нашли. Довольно часто встречается. То есть каждую неделю, там, 5-6 малваров мы находим в тех данных, которые к нам приходят от форсайта, и это пока еще не все данные. Если они повалят могучим потоком, как мы хотим, да, то есть сейчас мы там сохранили, ну, несколько там, где-то около терабайта данных, да, и с ними работаем, ну, в паркете. А если там пойдет постоянный поток, да, то там будет гораздо интереснее. Так вот, возвращаясь, о чем я говорил, да, у нас есть первый, самый простой способ, это анализ размера, да, запрос, ответ, анализировать. Длинный, ну, то есть у нас идут, допустим, RR-ы, которые, ну, такие умеренно длинные, да, а тут бах, внезапно попадается один длиннющий, который сильно вылазит, да, из общего распределения. Ну, значит, уже что-то не так, надо его проверять. Ну, это самый простой способ, естественно, он помогает с неучтенным там интернет трафиком, вот, но он не помогает, например, с ботнетами, потому что, ну, они просто будут использовать короткие команды и все. Более надежный способ это, например, замерять энтропию доменных имен. Ну, то есть доменные имена, они обычно имеют какие-то осмысленные названия, там, google.com, там, piratebay, там, org, бла-бла-бла, там, или нет, я уже не помню. Если мы видим доменное имя, которое внезапно, ну, наша аналитика внезапно видит доменное имя, которое A1B2, подчеркивание, точка, да, и так далее, то это уже повод насторожиться и подумать, что здесь уже есть base32 или base64 кодировка. Ну, статистический анализ, ну, это, в принципе, примерно то же самое. То есть накапливать информацию о том, какие доменные имена проходят через нас, да, и если что-то у нас, ну, какие-то необычные символы часто начинают использоваться. То есть, ну, допустим, имя может быть осмысленное, но внутри там может быть какая-нибудь там фиготень торчает. Ну, то есть это тоже способ насторожиться, да. И uncommon record types, то есть, например, когда у нас в RR внезапно используется тип txt, да, обычно там используется тип, по-моему, i, а тут раз и txt, да. Ну, i это интернет, а txt это txt. Тоже это способ проанализировать. Вот эти все способы, в принципе, вот этот используется у нас, и, в принципе, вот этот используется, ну, и вот этот тоже. Ну, фактически все четыре. И вторая вещь – это анализ трафика DNS-овского. То есть, мы можем, то есть DNS-трафик, на самом деле, он не должен быть слишком большим. Ну, то есть, хост получил информацию об IP-адресе, да, и, в принципе, ему DNS больше не нужен. Но если внезапно мы видим, что какой-то IP-адрес начинает яростно обмениваться DNS-пакетами с кем-то еще, да, то это повод насторожиться, то, что зачем ему столько DNS-инфы. Ну, то же самое касательно домена. Еще вещь, которую, как вы сами понимаете, как я уже говорил, если вы там, ну, как я уже говорил про Base32, там, естественно, очень будет сильно варьироваться имена, доменные имена, имена хостов для домена. То есть, у нас будет, допустим, домен какой-нибудь там, не знаю, birds.org, да, а имена хостов там будут совершенно экзотические, они будут совершенно разные, и все это на birds.org, да, вот. То есть, если мы видим, что к нам приходит на этот birds.org там несколько десятков тысяч уникальных имен хостов, да, то нам даже не нужно мерить энтропию, чтобы понять, что здесь что-то не то. Вот. Мы можем этот домен пометить как подозрительный. Вот. Ну и географические локации тоже. То есть, если, допустим, ну, я не помню точно, где и какие там сейчас локации подозрительные, но я думаю, там, предположим, нигерийские там домены. Вот. История доменов, это, ну, это довольно сложно, мы это не узнаем, но суть в том, что, в принципе, у нас есть, допустим, мы сохраняем все запросы, которые к домену приходили. Если они, например, ну, смахивают на протоколы, например, мы видим, что у нас RR-ы, да, примерно одинаковые каждый раз приходят с каждого сеанса, да, и это смахивает на сеанс установления связи, да, с этим самым, с серваком, вот, вернее, с клиентом бутнаэтовским, да. Мы тогда можем раз и тоже пометить его как подозрительные. И вот так называемые висящие, ну, орфан это сирота, ну, то есть, короче, висящие реквесты. То есть, когда мы видим, что реквесты посылаются, а респонсы не идут, мы можем подумать, что при помощи этих реквестов, да, просто пересылается какой-то трафик, который нам нужно обрезать. Вот. Ну, все это, естественно, связано с… это все находится внутри аналитики, но здесь вот тут возник, тут меня спрашивали, да, почему, например, ну, именно DNS, да, и в чем проблема. Проблема в том, чтобы, что все эти вот вещи, да, они очень много требуют времени, очень time consuming, ресурс consuming, да. Фактически вот здесь я нарисовал разобранное DNS сообщение, да. Нам нужно полностью все дезассемблировать, все разобрать, да. А RR-ов может быть очень много, и не все RR-ы могут содержать вредоносную информацию, то есть могут быть нормальные, легальные RR-ы. Поэтому нам надо потом этот пакет снова собрать. И не просто собрать, а нам надо выбросить вредоносный пакет отсюда, да, ну, например, ну, если мы уже хотим. Пересчитать заново контрольную сумму, хэши и всякое такое прочее. Это очень серьезная работа, и сеть просто, ну, у нас очень сильно упадет в пропускная способность сети. И мы не можем это делать на лету. Поэтому я плавно начинаю переходить ко второй части, которая будет, к сожалению, в следующий раз. Поэтому нам нужно два уровня обработки данных. Нам нужен батч-уровень, да, то есть который собирает вот эту всю статистическую информацию, анализирует ее, помечает подозрительные доменные имена, зоны, доменные зоны, там, полиси зоны и так далее. И вносят их в черный либо в белый список. А там, например, уже есть уровень, который low latency, который входящий трафик уже сравнивает с этими вот белыми либо черными списками и пропускает. Ну, белые списки для чего нужны? Нет нужды, допустим, анализировать пакеты, которые идут от google.com, да, там не будет никакой шняги. То есть, ну, google не позволит себе такую вещь делать. Ну, естественно, чтобы переслать левый трафик DNS-овский, вы должны зарегистрировать доменное имя какое-нибудь более или менее нормальное, хотя бы второго уровня, чтобы оно было неподозрительное. И нет смысла, например, анализировать трафик от amazon.com, от google.com. Ну, там, скорее всего, все будет окей. Это мы помещаем в white list. Если мы находим какую-то попытку вторжения, мы берем, допустим, query name, ну, которое выглядит совершенно нормально. Например, оно выглядит там типа getme.birds.net, да. Оно хорошее, но потом на него начинают валить респонсы, которые плохие. Да, мы этот кюнэм берем, тоже помещаем сразу же в этот самый, в черный список. И на входе все пакеты DNS-овские вот с такими именами рубим. Это гораздо проще, чем и быстрее, чем разбирать весь пакет, который, я напоминаю, двоичный, никак не текстовый, да. И потом его собирают снова. Фактически мы, у нас есть уровень, который занимается deep packet inspection, то есть разбирает пакеты, натравливает на них методы анализа, там, статистического, там, и так далее. Эксплорует, там, этот самый, EDA, там, и так далее. И у нас есть скоростной уровень, который сравнивает входящие пакеты с нашими сформированными белыми либо черными списками. В принципе, это вот, не знаю, это пока что, пока что, к сожалению, это все, что я могу сказать по поводу конкретной реализации, да. Я надеюсь, что у нас будет еще одна встреча, я там расскажу подробнее. Но идея очень простая. То есть я здесь привел пакетин, который, например, здесь может быть не только пакетин, здесь может приходить там много чего, да. То есть флюм их раскидывает там, у флюма там коннектор есть соответствующий, ну, например, не обязательно, это может быть флюм, что угодно. У нас, например, мы писали кастомный код для того, чтобы обрабатывать всю эту огромную информацию, которая идет с варсайта, да. Они предоставляют свою утилиту, да, которая принимает данные, упаковывает в это вот сообщение, да. А мы потом писали свой кастомный код, который его компрессирует, пересылает потом на этот самый, убьет на файлы довольно большого размера, да, ну, так кастомер захотел, там накавку отправляет, потом их комьюз принимает, вот, и укладывает уже в паркеты компрессированные. То есть это уже по-разному можно делать. Но здесь я говорю, то есть это тот вариант, который вполне возможно мы, ну, open source, который мы будем разрабатывать, который мы уже разрабатываем, скажем так. Пока еще там, все еще на этапе планирования и конструирования. То есть приходят данные, они быстро парсятся, делается какой-то enrichment, то есть к данным, например, если это там, QIS может присобачиваться, если это, например, IP, да, или там, если это DNS пакеты, то к ним может присобачиваться там заголовок QName, чтобы по QName искать пакеты, да, ну, например, вот, ну, query name, да, вот. Потом он, в принципе, эти пакеты сравниваются, если у нас есть какие-то, ну, белые-черные списки, да, и, в принципе, потом они, вот, если там алерты какие-то есть, то вот у нас alert topic. И, в принципе, эти пакеты, вот, после парсинга, они поступают, сырые пакеты в специальное хранилище, да, и те пакеты, которые, над которыми enrichment произошел, здесь нету этого хранилища, оно должно быть, сюда поступают, да. Вот, и, ну, и, в принципе, здесь вот работают batch алгоритмы, которые запускаются с какой-то периодичностью, обновляют alert rule, вот, и, в общем, все, как бы это сказать, работает примерно так. И вот, в общем-то, и все. И теперь я, если у вас есть вопросы, можете задавать. Спасибо за внимание. Не подскажите, что вы выгружаете, вы сказали, сохраняете данные, не успеваете обрабатывать поток? Он очень просто большой. Там, я не помню точно, ну, в общем, короче, блин, я не помню точно, если честно, в этих самых, что-то меня заклинило. Несколько десятков тысяч сообщений, каждый из которых от 70 до 500, например, до 500 байт, это с одного канала только, ну, с одного порта только идет, а портов этих 8. Вот, и если мы будем, там проблема состоит не в том, чтобы их просто принять, да, а проблема состоит в том, чтобы их, ну, если мы будем их как есть сохранять, да, то они очень быстро переполнят наше хранилище. Поэтому мы их натравливаем на потоковый ZIP, на LB-ZIP, да, и этот LB-ZIP их компрессирует, ну, бьет на части, уже тогда отправляет куда-то там. Просто вопрос в том, что если мы сохраняем какие-то необработанные данные, мы ошибку найдем только позже. Правильно? Да, естественно. Ну, это, естественно, такое, мы не можем, ну, мы просто это ограничение, мы не можем на лету их найти. Мы не можем сразу DeepPacket Inspection делать каждого входящего пакета, к сожалению. А чем полезна эта ошибка потом будет, она уже прошла, ну, то есть команда. Ну, смотрите, во-первых, во-первых, нужно понимать, да, вот то, что я говорил про Foresight данные, это данные, которые мы собираем просто для того, чтобы потом на них натравить нашу аналитику и обучить. Это раз. То есть это не те данные, которые там, ну, у нашего кастомера есть. Во-вторых, если у нас, ну, вряд ли какой-то там компьютер заражается там ботнетом, да, для того, чтобы его использовать один раз. То есть он будет использоваться и потом много раз, да. Если мы обнаружим ошибку, пускай даже через день или два после того, как, ну, обнаружим туннелинг, уже через день или два после того, как он произошел, да, то это уже хорошо. Ну, к сожалению, конечно, идеальным случаем было бы все ловить на лету, разбирать и так далее, но это недостижимо при нынешнем развитии технологии, к сожалению. Поэтому, собственно говоря, сама лямбда, она как по сути по своей связана с тем, что данных больше, чем железо, которое обрабатывает. Мы просто не успеваем вот с этим справиться. Идеально было бы лоулейтенси, естественно, но есть ограничения. Спасибо. Да. Нет, мы от него отказались. Они нечего-то заглохли, то есть стриминг их нам не нужен, потому что, ну, мы были бедненькие, а машинблёрки никогда так не открыли. То есть мы устали ждать, взялись сами. Ну, и кроме того, они используют там целый зоопарк, а мы решили использовать парк. Я думаю, что нет нужды ждать, что ЦСССКО там что-то выделил. То есть они, ЦСССКО получилось, я говорю, некрасиво, они открыли, буквально на 2 недели, а потом быстро закрыли. Они на завтра смогу откроют, а потом снова закроют, и вообще-то. Да? Вот вопрос. Вы говорили, что вы консорбственный проект сделаете. Вы уже ход выкладываете туда? Нет, мы планируем, ну, мы его будем выкладывать. Но пока еще идет, ну, мы пока еще дизайном занимаемся, и так далее, какие-то там протипы. почему спарка ничто? Ну, во-первых, потому что спарка машин лернинг, библиотека, насколько я знаю, довольно неплохая. Во-вторых, мы все ли мы искал. В-третьих, в принципе, получается, у нас, получается, что у нас используется одно и то же решение и для бача, и для стриминга. Мы почитали статьи с бенчмарками, да, то есть, в принципе, мы поняли, что как минимум, спарк стримингу, он, в принципе, не уступает шторму, да, по крайней мере, в некотором классе, некоторых классах вы задали, да, потому что там и разные виды, кстати. Кто-то кричал, что шторм лучше, кто-то говорил, что спарк не будет хуже. Поэтому мы решили использовать спарк, только потому, исходя из того, чтобы не возиться с интеграцией, да, то есть, мы изначально мы посмотрели на шторм, да, изначально мы смотрели на шторм, даже сделали какие-то простые болты, но там, ну, некоторые проблемы там возникли. А можете подробно сказать, какие проблемы были? Вы знаете, я уже не помню, это было, знаете, когда, ну, год назад, то есть, я уже, честно говоря, не помню. Я помню, мы просто отказались от этого использования, потому что там кто-то с кавками, кто-то, что-то еще. В общем, короче, честно говоря, главная причина, почему мы решили использовать Spark, мы не делали каких-то инвестигейшн глубоких, ну, просто он такой, он такой классный, на нем так легко писать. А он функциональный, это тоже очень удобно, то есть, фактически, вы можете там задавать, то есть, смотрите, мы думали еще, например, когда мы думали про бач, мы думали, например, про каскадинг, да, мы долго там с ним тоже его смотрели, на него, да, нам понравился каскадинг тем, что он, ну, очень функционально позволяет с данными работать, и имеют функциональный, типа, парадигм функциональный, то есть, есть данные, есть трансформации, какие-то раз, цепочек устроишь, все, а когда мы видели, что Spark умеют практически сделать то же самое, то еще снова это все, в принципе, мы решили, что вы используете? Что? Какие стримы, которые вы используете? Вы знаете, нет, я сейчас пока не могу сказать. Ну, что-нибудь там из фильтра в Гном, или хайпер, в Глоб, что-нибудь? Вы знаете, я пока не готов об этом говорить, давайте в следующий раз поговорим, да, потому что там у нас, ну, это от меня не зависит, к сожалению. Спасибо за этот доклад. Вы упомянули, что глянда архитектуры в проекте Алмор еще раз показать на глянду архитектуре? Это я же говорю, это пока еще прототип, она не меняет. То есть, я не думаю, что мы как-то сильно вам разговаривали. Все же говорил, технически, к сожалению, деталей каких-то в этом докладе. Я прошу. Сколько человек на этом проекте работает? В настоящий момент три человека. Сколько надо? У меня-то просто в соц. Ну, смотрите, я общий работник компании E-PAM, да? Все знают, кто тут из E-PAM, все знают. Я нахожусь на Google-проекте, да? То есть, на 100%. Плюс еще какие-то свои активности, да? То время, которое у меня остается свободное, я выделяю вот этому вот. То же самое и остальные люди, которые со мной работают. То есть, части работы, которые там, кусочки, там распределяем, смотрим, пытаемся что-то делать. Работа идет не очень быстро, ну, я не знаю, посмотрим. Надо много, конечно. Мы думаем, как это сделать лучше, чтобы хоть подчасть опубликовать каким-то образом, возможно кого-то привлечь. Потому что тема довольно интересная. Но здесь еще возникают некоторые вопросы, связанные там с идеей, там, все, поэтому нам очень осторожны. на какие-либо алгоритмы ваши проекты вы можете использовать? Я сказал, пока я не могу детали расстроить. Я прошу прощения. Что? Ребята, я не могу пока говорить. Я прошу прощения. Скажите, на основе чего как вы выбираете параметры для анализа? То есть, какие-то были готовы отчеты, почему те использования, какие-то другие, как-то замыслят, независимые, независимые? Мы взяли, есть, то, что я говорил сейчас, да, вот эти все способы анализа данной с трафика, да, они все в открытом доступе. То есть, это работы, начиная с 2001 года, вот. Мы смотрели, то есть, есть несколько, там, где-то с десяток работ, которые посвящены этому, мы и станем, да, то есть, мы оттуда выбрали все возможные варианты, которые, ну, желательно посмотреть и следовать и так далее. Вы так еще не смотрели, там, зависимые какие-то параметры, а другой независимые. То есть, какой-то параметры, размер, влияние, другие параметры, это возможно, да, но это еще, это как бы предмет дальнейших исследований, то есть, мы пока, у нас такой информации сейчас нет, к сожалению. Мы только начали работать. если вы не хотите. То есть, да, несомненно, зависимость, скорее всего, будет. Просто может так казаться, что вы, не потоком берете, а когда анализируете, они постоянно обновляются, то есть, вы тут работу делаете, как вы видите, смотрите, идея-то в чем заключается? Идея заключается в том, чтобы выделить, чтобы не выщемлять конкретный пакет, да, а находить целую, грубо говоря, группу пакетов, которые могут быть предоносны. Ну, например, по доменному имени второго уровня, да, например, или по полиси-зоне, или там по доменной зоне может быть даже большой пакет. То есть, во-первых, мы это можем всегда отменить, потому что, кроме оббрасывания пакетов, мы сможем еще репутировать, да, естественно. Во-вторых, как я уже говорил, ну да, ошибки, возможно, будут, то есть, возможно, какие-то проблемы будут, но это можно, во-первых, откатить всегда, во-вторых, лучше отбросить, ну, как это сказать, лучше пересраховаться в данном случае. То есть, еще раз говорю, то есть, задача состоит, чтобы, проанализировав DNS пилот, найти те пакеты, которые, ну, найти какие-то общие признаки, которые его связывают, которые связывают все эти пакеты. Будь то кюнейм, поле сезон, там, не знаю, доменное имя, к которому оно приходит, да, и так далее. Вот. То есть, вот задача примерно такая. Ну да, то есть, смотрите, сейчас у нас, то есть, если прорезать, работа на данный, на данный, стандартный режим, а ну, там, 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 Я не зря сказал про OpenFlow, потому что, в принципе, OpenFlow – это открытый, в принципе, и packet-in, посылаемый на контроллер, это тоже вполне нормальная, годная вещь. То есть у нас план такой, приделать эту аналитику к SDN свечу, к OpenFlow свечу. И нам тогда, в принципе, нам не нужен будет ни NetFlow, ни что-то еще. То есть мы всю статистику будем получать с сетевого устройства. Тогда, возможно, мы получим какую-то возможность обучить нашу аналитику на каких-то конкретных примерах. То, что я рассказывал, мы не можем форсайд покупать, к сожалению. Это очень дорого. Но если что-то будет, какой-то POC, тогда посмотрим. Я говорю, то есть еще пока нет времени занято. Ну, ты должен, наверное, понимать, что реформную инфраструктуру каждый проект, который хочет проиграться с сетевыми протоколами, не будет подключаться. Поэтому глупо представлять, что какие-то DNS... Мы сейчас, говоря, разработки используем просто обычные... А начинали вниз? Не знаю. Вообще, говоря, даже если сетевые... Ну, не знаю. То есть, возможно, не нужно запчать. Вай-фай откроет. Что? Вай-фай, я решаю, не фильтрую. Типа, ну, да. Это жир. Типа, да. Да, да. А, я пишу, что еще. А, если вы, ну, и вы, наверное, на регистрации, вы будете минимизировать на шеки первого или на шеки второго? Ну, то есть пропуск или, либо лучше пропустить, типа, и... И не нарушить трафик? Да, и не нарушить. Либо лучше нарушить и... Я бы, честно говоря, лучше нарушил трафик. Потому что это можно обратить потом назад вручную, да? А дубнет такая штука нехорошая. Как вам? Наша цель сделать так, чтобы это все шло, как это сказать, сейчас я сформулирую. Наша цель, чтобы все это шло максимально автоматически. Ну, если у кого-то отрубится интернет в результате работы, например, этой аналитики, то, естественно, тут же появятся гневные звонки. А, у меня котики не грузятся, да? И мы тогда сможем легко посмотреть, в чем там дело, и откатить назад все изменения, которые произвели вручную, например, углашиваться. Ну, поэтому... Ну, если их не будет, то пусть оно работает как есть. Вообще говоря, цель и вот этой аналитики ДНСовской, да? И вот СДН, про который я говорил. Цель одна. Ну, минимизировать вмешательство человека вообще. Вообще желательно, чтобы его не было, чтобы все само работало. То есть, ну, самообучающаяся, самонастраивающаяся, адаптивная и так далее. Поэтому ответ на ваш вопрос пока не будет. То есть, ну, я считаю так, что стратегия должна быть такая. Пока народ не жалуется, вмешиваться не нужно. Начнет жаловаться, тогда можно будет. Ну, это тоже, кстати, метод на самом деле. После предоставления справки из эндиспансера, да? Из этого самого, из инкомата, подключаясь по одному, да? А вы входящий и нисходящий тракт не строите? Или только исходящий? Просто насколько я понимаю, что эту инвестимость может применить только нисходящий тракт. Вот если у вас в бот появился системе, тогда можно туда удаленный демен и уже б-блот передавать. А каким указаном входящим, например, можно передать б-блот? Я не совсем понимаю, какая проблема накрывать входящий трафик или входящий. Чем-чем нашли? Нет, для чего входящий входящий? Ну, во-первых, для того, чтобы ваш компьютер начал работать в бот-нет, с ним должно установить соединение клиента. То есть, у вас маленький сервер, да? С ним клиент удаленно устанавливает соединение. Вот. И после этого… Или наоборот. Или наоборот. Или наоборот. Нет, я вот не понимаю, как удаленно может устанавливать соединение… Бэк-коннект, знаешь такое? Что? Бэк-коннект, когда не ты инициируешь соединение, а тебе оно пришло, и ты соглашаешься с этим. Да. То есть, у тебя поток данных может… То есть, вот то, что я рассказывал, да? То есть, я смотрел, как чувак анализировал, вот там вот как раз этот бот-нет. То есть, кто-то инициирует соединение, а ты его принимаешь, соглашаешься, просто пересылаешь нам слой, какой-то идентификант и все. Ну что ж, на следующий вопрос. Вопросов больше нету. Спасибо еще раз за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ